Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать историю, как меня не впустили в Америку, на границе в Америке, как меня задержали, держали меня в изоляторе, отобрали все документы, паспорт и вещи. Почему мне аннулировали визу и поставили стоп на въезд в течение пяти лет, хотя я ничего не нарушала. Как я могла бы этого избежать и что я буду делать сейчас? Сегодня я расскажу вам это. Смотрите дальше, оставайтесь со мной на видео. Поехали. Я прилечала в аэропорт Лос-Анджелеса с действующей американской визой, без каких-либо визовых нарушений. Когда подошла моя очередь на пропуск к офицеру, мне попался какой-то противный китаец-офицер, от него исходило очень много негатива. С первых же минут я это все почувствовала, когда он задал мне вопрос грубым голосом, целью вашего приезда. Но это вполне ожидаемый вопрос. Я сказала, что я приехала как волонтер, чтобы помогать американцам в борьбе с COVID-19. Например, многим американским организациям сейчас требуются волонтеры. Я знала прекрасно об этом. Я общалась со своими американскими друзьями, и все мне говорили, что это реально действенный ответ, чтобы пройти границу в Лос-Анджелес, в аэропорту. Сказать, что ты приехала волонтером, так как вам наверняка известно, что Америка просто помешана на волонтерстве, они обожают все вот эти волонтерские замуты. И мне советовали сказать именно то, что я приехала сюда волонтером, как цель визита. Второй вопрос был, насколько я приехала, есть ли у меня обратный билет. Я сказала, что я приехала на месяц, обратный билет у меня забронирован. Потом он спросил, сколько я пребывала до этого в Штатах. Я честно сказала, что я пребывала в Штатах 5 месяцев. И тут он очень удивился И такой сказал, постой, постой Это очень долго Кем ты работала все эти 5 месяцев? Я говорю, я софтвердизайнер То есть, другими словами, я веб-дизайнер Я работаю онлайн, я получала деньги То есть я работала онлайн С российскими организациями через интернет Никак не с американскими Потому что я знаю, что без work permit Работать в Америке невозможно Нет, на дополнительный Допрос Черт возьми Тут я почувствовала неладное Мы пошли в другой соседний кабинет Внутри аэропорта Дальше после границы Я зашла в кабинет Там сидели две китаянки с детьми Какой-то мужик и девушка Я села рядом, он сказал, жди, тебя вызовут Я прождала где-то час Пользоваться телефоном было запрещено То есть я целый час сидела и ждала Пока до меня дойдет очередь Такого же допроса с этим же самым китайцем Просто в другом кабинете То есть когда все ушли Он вызвал меня Задал абсолютно те же самые вопросы Спросил Кто меня сейчас ждет в Америке Где я остановлюсь Я все честно сказала, что я остановлюсь в Санта-Монике По такому-то адресу Дала номера телефонов своих друзей Сказала, что я ничего не нарушаю И что я люблю... Он сказал Дай мне свой телефон Я перепишу номер твоих друзей С которыми ты хочешь встречаться здесь И у которых ты хочешь останавливаться Я без задних мыслей дала ему свой телефон Ах, такая простая сразу И он говорит Телефон Переписал номер телефона Значит, моих друзей Говорит Телефон я оставлю сейчас у себя Я говорю, почему? Читала в интернете Что вышел такой закон Что американцы не имеют права Брать твой телефон И проверять в ней какую-то информацию То есть сейчас это отменили Нифига подобного Он сказал мне Сейчас, если ты не назовешь мне пароль своего телефона Мы тебя депортируем обратно Я дуреха Я назвала пароль своего телефона Я думала, что это к лучшему Что ничего не произойдет Но я была не подготовлена Это была моя ошибка И так как я не удалила заранее все сообщения И фотографии, которые могут вызвать Могли бы вызвать подозрения у офицеров Хотя, в общем-то, ничего Не бояться-то нечего Потому что никаких действительно вызывающих подозрений Ни фотографий, ни переписок У меня на телефоне-то и не было на самом деле Далее Офицер сказал Жди, с тобой будет беседовать другой офицер Еще дополнительно Пока сейчас мы будем проверять всю информацию Которую ты нам дала Я ждала примерно еще полчаса Или час Потом ко мне подошел латиноамерикософицер Сказал, проходи за мной в отдельную комнату Но сперва снимешь все шнурки с кроссовок и драгоценности Я сняла шнурки с кроссовок и драгоценности Подошли ко мне две девушки Латиноамериканки Латиноамериканки, одна черная Завели меня в какую-то закрытую отдельную комнату Сказали, встань к стене, руки на стену Лоб на стену и смотри вверх и не двигайся Они меня осматривали, ощупывали В толстовках, серых штанах, джайгерах и в толстовке В капюшоне, в толстовке был шнурок тоже В джайгерах шнурок тоже Девушка одна, офицер Выдернула у меня шнурок из моих джайгеров А я говорила, а как я засуну его обратно? Она говорит, ничего, с иголочкой как-нибудь Далее она попыталась выдернуть у меня шнурок Из капюшона моей толстовки Я сказала, он не будет выдергиваться, он пришит А тут у меня еще волосы были И она захватила клок волос Не знаю, то ли случайно, то ли намеренно И вместе с этим шнурком Как дернет Я как вскрикну, я говорю, что вы делаете Она такая, ой, извините, он и правда У вас, кажется, не выдергивает из капюшона Я говорю, конечно, о чем вы можете говорить Вы из толстовки пытаетесь мне выдернуть шнурок Далее меня отвели в кабинет к тому офицеру Латиноамерикосу И он начал меня опрашивать Он сказал, мы проверили весь твой телефон Все твои переписки и фотки И у нас вот такой вот лист вопросов к тебе Говорит, сейчас ты должна поднять руку И поклясться говорить правду и только правду Пока я буду зачитывать все американские законодательства И так далее Я говорю, хорошо, без проблем После этого он начал задавать мне те же самые вопросы Которые мне задавали вначале То есть цель твоего визита Сколько у тебя денег? Где ты работаешь? Откуда у тебя деньги вообще на проживание? И я на все это ответила легко Но дальше он начал листать мои фотографии На моем же телефоне И каждую фотографию Из всех 11 тысяч фоток Которые у меня есть на айфоне Он начал спрашивать А у меня там много еще так же сохраненок было Картинки и так далее Что это за фотка? Говорит Я говорю, это просто картинка, сохраненка Он говорит, это что за фотка? Я говорю, это просто мои модели Я фотограф, я фотографирую моделей Он меня начал спрашивать Сколько ты получаешь за эти фотки? Я говорю, я не получаю за эти фотки Я их фоткаю просто для себя Потому что это мое хобби Я люблю красивые фотографии Я фоткаюсь сама, я фоткаю других Он говорит, сколько ты получаешь за эти фотки в Америке? Я говорю, я не продаю свои фотографии И я фотографируюсь просто для соцсетей Для инстаграма Для своего опыта И просто как хобби Он говорит, нет Ты занимаешься эскортом Ты рассылаешь свои фотки и продаешь их Я говорю, о чем вы вообще говорите? У меня высшее образование Серьезная профессия Какой эскорт? Я говорю, все фотки у меня в одежде Ну, в купальнике Это не значит, что это эскорт Я говорю, не делайте поспешных выводов, пожалуйста Он говорит, не говори мне, что мне делать Я говорю, господи, хорошо Дальше Потом он говорит Также у меня есть ряд вопросов По всем твоим сообщениям Которые я нашел в твоем телефоне Как ты объяснишь вот это? I'm going to work Я говорю, ну, я переписывалась со своим другом Во-первых, этому сообщению 6 месяцев Или даже 9 месяцев, если не ошибаюсь И это было еще летом того года, 19-го Я переписывалась с другом Я говорила, что собираюсь найти работу Перед поездкой в Америку, чтобы заработать денег Вот и все Он говорит, нет Ты написала, что I'm going to work In Los Angeles I'm going to find models for photoshoot And etc Я такая говорю Ну, я фотографирую модели в Лос-Анджелесе Но не за деньги А за collaboration То есть как TFP TFP time for printing Понимаете? Он говорит, я не знаю, что такое TFP And time for printing И я ему разъяснила Он сказал мне Я все равно тебе не верю Иди, говорит, дальше в изолятор Сидеть в изолятор Я говорю, а сколько я буду сидеть в изоляторе? Я говорю Он говорит Пока мы будем обсуждать с коллегами твою ситуацию Ты будешь находиться в изоляторе Неизвестно сколько Я говорю Ну, хотя бы максимум какой? Он сказал Сутки точно Я ушла в изолятор Мне не дали с собой никаких вещей Мне даже не дали зубную щетку Зубной пастой Ни косметику Ни одежду Ничего мне не дали В изоляторе были какие-то снеки Телевизор И раскладушка Без одеяла и без подушки Это все Другая комната была мужская Там лежал какой-то китаец Постоянно спал И еще какой-то парень То ли из Лондона То ли Ну, короче, из Англии Я не знаю, сколько они там лежали Сколько они там находились Но мне пришлось там пробыть сутки На следующий день Офицер, который меня охранял в комнате Сменился Был уже другой латиноамерикоз Более лояльный, как мне показалось Поэтому я подошла к нему И попросила звонок в российское посольство Он сказал Сейчас у меня ланч После ланча ты позвонишь Хорошо Потом он пытался найти номер телефона Российского посольства в интернете Долго пытались дозвониться до этого номера Но никто не брал трубку Либо номер не работал Я говорю Звоните тогда в посольство Российское посольство Которое находится в Вашингтоне Или в Нью-Йорке Там должны по-любому взять трубку кто-нибудь Да, так и случилось Взяла трубку девушка Я объяснила ей всю ситуацию Она сказала Мы ничем тебе помочь не можем Я говорю Хотя бы маме передайте Что со мной все в порядке Я представляю Как она волнуется Ведь она ничего не знает Обо мне С самого моего вылета из Казани Я говорю А прошло уже Сутки с лишним Я говорю Предупредите Что так-то так-то Меня задержали в аэропорту И я сейчас нахожусь в изоляции И неизвестно Когда я прибуду обратно Потом я спросила Когда будет ближайший рейс До Казани В случае того Чтобы знать Что смогут ли меня депортировать обратно Далее девушка Мне продиктовала номер телефона Другого консула В Вашингтоне Она сказала Что это действительно консул Который должен вам помочь Хорошо Я сказала После того Как офицер набрал На другой номер телефона Взял трубку Какой-то украинский мужчина С украинским говером И с таким Знаешь Полупьяным Типа Алло Кто это Что вам надо Параллельно Еще кому-то другому Там отвечал Я говорю Я российский гражданин Так-то так-то Попала в такую-то ситуацию Попала в проблему Мне нужна помощь От российского посольства Скажите Когда меня смогут Депортировать обратно в Казань Потому что я не знаю Насколько меня сейчас здесь Будут держать в изоляции Здесь нет ни еды Ни кипятка Ничего Мне забрали все вещи Забрали телефон Свяжитесь пожалуйста С моими родителями Скажите Что я жива Передай трубку офицеру Я передала трубку офицеру Тот видимо спросил Когда меня будут отправлять Офицер сказал Сейчас секунду Я спрошу у другого офицера Ушел в другую комнату Вернулся и сказал Ее отправить сегодня В 16.40 аэрофлотом Вы не представляете Какой вздох Облегчение у меня был Все это можно было избежать Просто не полетев в штаты По крайней мере в такой Период пока длится COVID-19 Ребята Путешествующие в штаты Или желающие поехать в штаты Спустя длительный срок пребывания Там Обязательно Вы ждите такой же срок Сколько вы пробыли в штатах Вы ждите этот срок в России И только потом направляетесь туда Запомните эти слова Это мало где написано в интернете Я вам прямо говорю С первых уст Никогда не пытайтесь В чем-то обмануть офицера И в то же время Удаляйте все с телефона Все переписки Все картинки Все фотки Все что может дискриментировать У вас как личность Которая хочет остаться В штатах На этом пожалуй все Спасибо за просмотр видео Ставьте лайк Если информация была полезна Ну и вообще просто Ставьте лайк Поддержите меня за то Что я его записываю Поделилась с вами Своей историей Подписывайтесь на мой канал Потому что Я собираюсь выкладывать Больше видео Про свое путешествие И про Америку тоже Ведь я там жила Крайний раз Шесть месяцев Всем спасибо за просмотр Всем пока